Всем привет! С возвращением! Бывает ли, что вам хочется иметь другую семью? Конечно, в каждой семье есть свои проблемы. Здоровая семья всегда способна преодолеть трудности. Если же мы наблюдаем негативную динамику семейных отношений, то каждый новый день приносит новые проблемы. Мы приготовили список некоторых из наиболее распространенных признаков, чтобы помочь вам распознать неблагополучную семейную динамику. Первое. Страх. Вы когда-нибудь пытались что-то скрыть от родителей? Может, плохая оценка или разбитая ваза? Дисциплина важна, и родители могут повышать голос. Некоторые поступки детей должны быть отмечены ответными действиями. Если ребенок разобьет вазу, ему придется убрать беспорядок. Если он получил плохую оценку, ему придется потратить дополнительное время на учебу. Это часть развития нормального ребенка, но некоторые родители ведут себя так, будто каждая маленькая ошибка ужасна. И они кричат на детей, отбирают вещи, запрещают видеться с друзьями или даже прибегают к физическому насилию. В таких случаях дети боятся реакции своих родителей по любому поводу. Поэтому они чувствуют, что должны делать все идеально. Иногда страх настолько велик, что они могут даже сбежать из дома. Второе. Созависимость. Созависимый родитель имеет нездоровую озабоченность своими детьми, что заставляет его чрезмерно контролировать жизнь детей. Они могут чувствовать, что их счастье и стабильность зависят от детей или же дети несут ответственность за их здоровье и общее благополучие. Они могут заботиться о своих детях таким образом, что это препятствует развитию и обучению. Например, когда за подростком продолжают убирать комнату. Как правило, они считают своих детей единственными друзьями и редко общаются с другими взрослыми. Также они могут использовать чувство вины и газлайтинг, чтобы заставить своих детей делать то, что им нужно. Такой тип поведения может негативно повлиять на личность и идентичность детей. Поскольку дети видят в своих родителях образец для подражания и познают мир, основываясь на поведении взрослых. Поэтому они становятся чрезмерно зависимыми от своих родителей, что делает отношения нездоровыми. Третье. Отсутствие должного ухода. Еще один распространенный признак того, что семейная динамика не самая здоровая. Это тип абьюзивных отношений. Родители из неблагополучных семей часто не заботятся о своих детях должным образом. Например, не стирают одежду или не следят за тем, чтобы их волосы были чистыми и расчесанными. Они не помогают делать домашнее задание и часто не знают, посещают ли дети школу, ели они сегодня или нет. Пренебрежение может негативно сказываться на психическом здоровье детей, что опасно для их развития. Четвертое. Молчание. В неблагополучных семьях общение происходит нечасто. Каждый член семьи может закрываться в отдельной комнате, заниматься своими делами. Взрослые даже могут не общаться друг с другом, не советоваться. Они не рассказывают друг другу о прошедшем дне или о своих беспокойствах. Молчание также может использоваться как способ разрешения конфликта, а также в качестве наказания. Это особенно опасно, если родители используют молчание как способ привития детям дисциплины. Если кто-то пытается нарушить молчание, другие участники могут пристыдить его за выражение своих чувств, а затем вернуться в немое состояние. Пятое. Изоляция. Наконец, неблагополучные семьи, как правило, сторонятся друг друга и не пускают никого, включая других членов семьи, друзей или соседей в свою жизнь. Сохраняя дистанцию, они также сохраняют секрет нездоровой семейной динамики. Родители могут говорить своим детям, что другие люди плохие и что их следует избегать, или врать о том, почему никто не приходит к ним в гости. Это затрудняет получение помощи, поскольку проблемы никому не заметны. В вашей семье есть подобные проблемы? Если это так, важно, чтобы вы позаботились о себе и обратились за помощью к психотерапевту, который поможет справиться вам с проблемами. И имейте в виду, вы будете иметь дело с этой средой не всегда. В конце тоннеля брежет свет. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями. Поддержите мою деятельность рублем, если имеете такую возможность. Заглядывайте в группу ВКонтакте или Телеграм, там видео выходят чаще. Ссылки вы найдете в описании этого видео. До следующего раза, друзья, и берегите себя!